Добрый вечер, в эфире Вести Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Президиума Государственного Совета, на котором рассматривалась транспортная стратегия Российской Федерации. В заседании принял участие и глава Крачево-Черкесии Рашид Тимрезов. Глава государства отметил, что обновленная транспортная стратегия должна строиться вокруг современных запросов человека, открывать дополнительные возможности для развития бизнеса. На практике это означает, что каждый гражданин России, где бы он ни жил, должен быть обеспечен надежным, безопасным транспортным сообщением. Исходя из положения стратегии региона, Россия при поддержке федерального правительства подготовит свои планы развития транспортного сектора с необходимыми финансовыми, организационными и прочими ресурсами. Сегодня день образования службы криминалистики. В любое время суток, без выходных и праздников, они выезжают на место преступления и выполняют поставленные перед ними задачи. Раскрывают тайные следствия и восстанавливают справедливость. Какие современные методы используют при расследовании, что мотивирует сотрудников на отличную работу, и как выглядит профессиональное оборудование криминалистов в репортаже Корчибиджиева. На вопрос, почему вы выбрали эту стезю, руководитель отдела криминалистики отвечает просто. Стал криминалистом, потому что хотел всегда помогать людям, попавшим в беду. Так Владислав Скорик пошел по стопам своих родных, которые работали сотрудниками прокуратуры. После создания Следственного комитета принял решение о переводе, поскольку данная работа тоже является интересной и также приносит пользу людям. Восстановление справедливости – вот что чувствует следователь, когда раскрывает преступление. Это и есть мотивация, считает Владислав Скорик. В настоящее время в отделе криминалистики трудятся самые опытные следователи-криминалисты, имеющие большой стаж работы, обладающими как организаторскими науками, так и творческими в том числе. Отдел криминалистики и следственного управления состоит из семи сотрудников отдела криминалистики. Это руководитель отдела, три старших следователя-криминалиста, два следователя-криминалиста и специалист-полиграфолог. Создавалась криминалистика в органах прокуратуры в целях содействия в борьбе с преступностью и совершенствовании приемов следствия. Ну а следователь являлся специалистом, собирающим доказательства в разных сферах в области жизнедеятельности людей. Любое совершенное преступление – это беда человека, с которой сталкивается криминалист. В свою очередь эксперты разбирают причины преступных действий, а после находят заинтересованных лиц, которые переступили черту закона. Задача же специалистов – доказать их причастность к преступлениям. Большое значение для развития криминалистики имеет современные технологии, достижения науки и техники. Использование таких средств привело к существенному повышению уровня профессиональной подготовки сотрудников отдела и в целом сотрудников следственного управления. По мере развития технологий криминалистика двинулась уже далеко вперед. И в зависимости от конкретных задач и категории уголовного дела, мы сейчас имеем возможность фиксировать, анализировать множество новых следов преступлений. Следователи-криминалисты обеспечены самым высокотехнологичным оборудованием. В первую очередь эксперт-криминалист имеет при себе специальный набор, который содержит все необходимые средства и реактивы, позволяющие обнаружить практически любые следы преступления. Аппаратура для определения невидимых следов рук, выявляющая отпечатки практически на любой поверхности. Набор, считывающий удаленную информацию с любых гаджетов, а точнее, если преступник уничтожил, как ему кажется, компрометирующую его информацию. Ее можно восстановить. Также на вооружении криминалистов имеется георадар. Этот незамысловатый прибор сканирует почву и выявляет какие-либо внутренние повреждения. Применение современной криминалистической техники оказывает неоценимую помощь в раскрытии и расследовании преступлений. Большую роль отдел криминалистики уделяет учебе молодых следователей, которые поступили на работу и еще не имеют достаточного знания в области расследования уголовных дел, а также осмотр места происшествия. В связи с этим отдел криминалистики ежедеквартально собирает учебу молодых следователей, на которой проводятся тематические занятия по осмотру места происшествия, то ли иной конкретной ситуации. От того, насколько высок профессиональный уровень следователя-криминалиста, во многом зависит не только раскрытие преступления, но в целом исход предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовного дела. Карча Биджиев, Расул Бердиев. Вести Карачаево-Черкесия. За прошедшие сутки на дорогах Карачаево-Черкесии произошло три ДТП с тяжкими последствиями. Сегодня утром на федеральной автодороге Лермонтов-Черкесск в Прикубанском районе 64-летний житель поселка Мичуринский допустил наезд на лошадь. В результате пассажир 65-летняя женщина скончалась от полученных травм. Водитель госпитализирован днем раньше на автодороге Усть-Жигута-Кисловодск. 21-летний житель Усть-Жигуты также допустил наезд на лошадь. В лечебное учреждение госпитализирован пассажир. В этот же день в Черкесске на Пятигорском шоссе 26-летний житель села Пристань выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автобусом ПАЗ под управлением 44-летнего жителя Ставропольского края. Пассажир Приоры госпитализирован в лечебное учреждение. Водитель после осмотра отпущен домой. Кубанские казаки отметили 325-ю годовщину образования кубанского казачьего войска. На территории Покровского храма Черкеска состоялось чествование и награждение казаков. От отличившихся внесений государственной службы, а также прошла церемония принятия присяги молодым поколениям Баталпашинского городского казачьего общества. Подробности у Мурата Джанкиозова. Годом основания кубанского казачьего войска считается 1696-й. Именно тогда был создан один из старейших полков в Хаперске. Торжественные мероприятия, посвященные знаменательной дате, прошли в Черкесске, Зеленчукском, Прикубанском, Урупском и Уст-Джигутинском районах. В ходе мероприятий был зачитан приветственный адрес главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова. Затем состоялось награждение, отличившихся внесений государственной службы, а также в организации проведения спортивных мероприятий. В Покровском храме прошла церемония присяги. Клятва юных казаков невозможна без совершения соборной молитвы, ведь казаки клянутся не только быть достойными гражданами страны, но и защищать православную веру. Перед Святым Божьим Богом и перед Святым Его Евангелем и Христовым Животворящим Крестом обещаю верой и правдой служить Отечеству, Церкви Православной и Кубанскому казачьему казачеству. Божий Милосердный, будь мне помощником и заступником внесения и службы моей. Аминь. 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 По традиции юные казачата приступают к присяге, выходя на середину храма, с трепетом целуют знамя, Святой Евангелие и крест. В этот день в ряды кубанского казачьего войска вступили около двух десятков человек. Каждый новоутвержденный казак впервые произнес слова «Служу Отечеству, казачеству и вере православной». Мы стараемся часто проводить различные подобные мероприятия для объединения казачества, чтобы они знали свои корни, знали свою историю, воспитываем их в духе патриотизма, прививаем спорт к спорту, к любви к родине, объединяем, короче, казачество. Это подготовка к армии для молодых ребят, я так считаю. Ну и, конечно же, самое главное, они будут знать историю своей малой родины, ведь, как известно, это казаки основали станицу Баталпашинскую. Ну, многие молодые ребята об этом не знают, но вот сейчас узнают, познакомятся с казачьей культурой, традициями, может быть, решат дальше развивать казачество, работать на его благо. Принятие присяги – очень важный этап в жизни ребят. Не только потому, что они стали частью большой казачьей семьи, но и потому, что на их плечи возлагается огромная ответственность с честью носить гордое звание казаки. Мурат Жантьюзов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 26 591 человек, из них 23 276 выздоровели, 973 человека госпитализированы. На курортах Карачаева-Черкесии вводят систему QR-кодов. Заселяться в гостинице и отеле с 8 ноября можно будет при предъявлении QR-кода о вакцинации или о перенесенном заболевании, либо на основании справки о наличии медотвода от вакцинации. Соответствующее правило распространяется и на посещение заведений общественного питания, а также массовых спортивных и культурных мероприятий, проходящих в помещениях. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью и утром местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, туман и гололед. Температура ночью 2-4, а днем 7-9 градусов выше нуля. Продолжаем выпуск. Федеральные дороги Северного Кавказа на 90% готовы к зимнему сезону, сообщают в Управлении федеральных автодорог. Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения по федеральным автодорогам в зимний период дорожники задействуют более 450 единиц спецтехники. В целях повышения оперативности действий машины, подключенные к системе ГЛОНАСС, в случае возникновения экстремальных погодных условий, дорожники применят противогололедные материалы с повышенным содержанием твердых реагентов. В Черкесске состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню Сельских Женщин, на котором честовали победительниц конкурса «Женщина-хозяйка на селе». Собрались достойные и целеустремленные представительницы прекрасной половины человечества. Альбина Курачинова-Кенжева подробнее. Сейчас быстрыми темпами прогресса не все женщины, проживающие в сельской местности, трудятся в поле или на ферме. Но от этого их роль не становится менее важной и значимой. Сельские женщины – это и врачи, и учителя, предприниматели, и обычные домохозяйки, которые воспитывают детей и сохраняют традиции семьи. От лица главы и правительства присутствующих поздравила заместитель руководителя администрации Франческа Остежева. В зале чествует около 50 человек. От Союза женщин России им вручили благодарственные письма и памятные подарки. Мы проводим это мероприятие в республике тоже. Просто в прошлом году не провели из-за ситуации. В этом году все-таки проводим мероприятие, но с наименьшим количеством участников, конечно. Вот сегодня мы чествовали женщин-тружениц, которые живут и трудятся в сельской местности. Для того, чтобы выбрать достойных активисток, в селах были установлены урны для голосования, где каждый житель мог написать имя лучше, на его взгляд, конкурсантки. Положение конкурса нам предоставило наше головное отделение с Москвы, Союз женщин России, который возглавляет Екатерина Филипповна Лахова. Они направлены были, эти положения, по всем регионам. И каждый регион для себя решал, принять в нем участие или нет. Мы подумали, почему бы нет, все-таки мы женщины на селе примем участие и посмотрим, сколько нас активисток на селе. Лучшей хозяйкой и активисткой на селе стала мама четверых детей. Супруга военнослужащего, учитель начальных классов, руководитель юно-армейского отряда «Станица-Сторожевой-2», призер и победитель различных конкурсов Наталья Глазунова. Переехала по службе мужа из Санкт-Петербурга в Карачаево-Черкесию. И уже 16 лет они живут душа в душу в красивом уголке страны. Кроме того, Наталья помогает бездомным животным. Советует женщинам не черпать негатив, не загружать себя интернет-ресурсами. Главное – полюбить себя, а этой любви хватит, чтобы дарить ее окружающим. Многодетная мама – это не просто прийти домой, сидеть и страдать. Как я устала, как я устала. Нет, нужно показать нашим женщинам, что будучи работающим человеком, что будучи многодетной мамой, что будучи просто женщиной для своего любимого мужчины, можно еще заниматься чем-то. То есть это помогать людям. От знакомства именно с такими людьми. От того, что приходишь домой, тебя обнимают и говорят, мама, это самое лучшее и сильное. От того, что муж приходит за службу и говорит, Наталья, я помогу тебе приготовить ужин, а ты пока, ну не знаю, отдохни пять минут, набери сил. Ну это все помогает. То есть друг другу нужно помогать. В семье, в дружбе, вообще в знакомстве. Везде нужно помогать друг другу. Организаторы надеются, с каждым годом конкурс будет обретать масштабные размеры. И конкурсанток, и победителей будет еще больше. Альбина Курачинова-Кенжева-Лебастанов. Вести. Карачаево-Черкесия. Это все Вести прямо сейчас. Продолжение фильма «Тайна Лилит». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин